Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я напоминаю, что телефоны нашего прямого эфира работают. 67212-93-9, 67213-93-9. Можно писать на WhatsApp. 230-6191. Задавать вопросы, комментировать. Все приветствуется. И да, вот в заставке звучит это выражение климатической катастрофы. Может быть, даже те люди, которые пытаются поставить под сомнение изменение климата, приходят все-таки вынуждены согласиться с тем, что климат меняется, меняется температура. Мы видим температурные рекорды. И как это влияет на политику и как политика влияет на климат, об этом мы и сегодня поговорим более подробно. Ну, прежде всего, нужно сказать, что июнь, июнь уже, так скажем, прошедший окончательно, считается одним из самых жарких июней в истории метеорологических наблюдений. И надо сказать, что вот мы здесь, пережившие в июне такую волну жара, в принципе, все равно находимся в очень комфортных условиях. Вот это опять стоит отметить. Нам дико везет, вот так вот скажем. Вот посмотрите, что сейчас творится на западном побережье США и юго-западе Канады. Это города Ванкувер, Сиэтл. Нормальный климат там, но чуть теплее нашего. Ну, в принципе, да, для американцев штат Вашингтон, это вообще довольно-таки... Там нормальная зима, боже что мой. И вот сейчас там сообщают 49 с лишним град. 49. Вот прибавьте к нашим, допустим, 20, вот еще столько же. Вот это жутко просто. То есть речь уже сейчас идет о том, что за 500 человек, умерших от жары, вот этот счет вот этой волны, этого мощного, как они называют, купола жары, купола высокого давления, который фактически приводит к тому, что атмосфера не шевелится в этом месте. Но при этом на окраинах особенно усиливаются ветра, пожары раздуваются. И вот уже сейчас спутниковые снимки показывают, что это становится большой проблемой. Пожары и в Соединенных Штатах, и в Канаде. И как раз вот сейчас уже и президент Байден вчера, или позавчера, не, вчера говорил о том, что ситуация крайне опасная. Она опасна и для людей в любом смысле, она опасна и для экономики. И в принципе, это сейчас будут туда брошены все имеющиеся ресурсы для того, чтобы бороться с пожарами и помогать людям переживать вот эту страшную жару. Потому что я видел фотографии, что специально оборудуются помещения с кондиционером для людей, у которых, например, нет возможности оборудовать свои квартиры кондиционерами, потому что все-таки это и дорогостоящие удовольствия, и это нагрузка, опять-таки, на энергосистемы. Если каждый дом, ну, я понимаю, что, может быть, даже выгоднее собрать людей в каких-то помещениях и оборудовать их более комфортными условиями, чем каждый дом, каждую квартиру поставить по кондиционеру. Вот надо сказать, что у наших соседей в Финляндии, когда вот несколько лет назад тоже была мощная волна жары, было принято решение в территориальных торговых центрах, магазины-то были закрыты, но в помещениях разрешали ночевать. Просто потому, что у большого торгового центра есть мощные кондиционеры, там воздух и так охлаждается всю ночь. Так почему бы туда не запустить людей, чтобы они просто перевели дух? Ведь есть существует четкое понятие тропические ночи. Для нас тропическая ночь – это если на улице температура не падает ниже плюс 20. Скажете, какие тропики? Но это и есть тропики. Дело все в том, что мы, как существа теплокровные, мы находимся в постоянном балансе с окружающей средой. 37 градусов, ну так скажем, наша температура. Так вот для того, чтобы мы нормально функционировали, у нас должен быть определенный перепад температур, с учетом еще относительной влажности. Так вот, когда мы ночью оказываемся в ситуации, когда температура на улице плюс 20, в квартире, в доме она будет выше, потому что дом за день нагрелся, у него тепловая инерция, то вот эта вот небольшая разница температур между нашим телом и окружающей средой, она не позволяет нормально телу отдыхать. Человек не может нормально выспаться, у него повышается сердцебиение, потоотделение, почки работают на, что называется, на износ. Тяжелая ситуация. И вот это приводит как раз к очень неприятным последствиям, потому что, как известно, большая часть несчастных случаев, смертей происходит, что называется, на расцвете, когда уже организм и обессилен суточной борьбой, и ночь не принесла ему отдыха. Так вот, я хотел бы сказать, что ведь это не только такая ситуация, не только, допустим, за океаном. Например, Балканы изнывают уже больше месяца от жары. Да, с одной стороны, это хорошо для человека, который приехал туда в отпуск. Солнце, море там пребывает, но надо сказать, что не все Балканы находятся у моря, и не все люди находятся в состоянии проманентного отпуска. Многие нужно работать. Многие живут в городах, а не на берегу, в виллах на берегу моря. И поэтому там тоже возникает серьезная проблема. Большая проблема уже была в центральной части Восточноевропейской равнины, это, что называется, от Крыма до Архангельска. Потом это сменилось, как мы помним, грозами, в той же самом Крыму, на Северном Кавказе. Потом зоны гроз сместились на Москву. Кстати, что было предсказано? И неделю назад там был чуть ли не потоп. Ну, вода стекала, которая никуда не могла утечь. Кстати, в Москве та же самая проблема, что и в Риге. Ну, и как во многих старых городах, нету ливневой канализации, рассчитанной на такие потоки воды. Когда в течение двух часов или там трех часов проистекает с небес, падает месячная норма осадков, никакая наша канализация ливневая на это не рассчитана от слова совсем. И вода заливает подвалы, подземные коммуникации, потом начинают смотреть, что тут земля просела, там еще что-то случилось, и так пошло-поехало. Вот. То есть, эти проблемы. Сейчас же ожидается, что вот этот вот антициклон, который уже начинает у нас опять формироваться, а он формируется, мы видим, что творится за окном, да, температура растет, и она будет расти на следующей неделе вместе с давлением. И вот этот опять, так сказать, мощный антициклон, который прослеживается, их как бы несколько куполов от севера, от Лапландии. Вчера в Лапландии было бы жарче, чем в Хельсинки. Разница в тысячах. Заполярье. Но там плюс еще очень важный момент. Там солнце светит круглые сутки. И если оно светит круглые сутки, оно круглые сутки все вертикально стоящее нагревает. Очень хорошо. Так вот, что получается? Получается, что от Лапландии и аж до Африки формируется такая мощная зона. Зона-зон повышенного давления. И будет сейчас повышаться температура, и поэтому-то и разговор-то идет о том, что июль месяц в наших регионах, как минимум до Урала, опять будет солнечный, периодически будет прерываться мощными грозами, градами, шквалами и прочими такими чудесами, а потом опять будет ясная солнечная погода. И даже если она не будет такая жаркая, она будет сухая. что предсказывает нам всю восточноевропейскую равнину проблему в виде засухи, которой не было последние 10 лет. Ну, как мы знаем, это прогноз только, а прогноз может и не сбыться. Но тем не менее, например, в прошлом году, несмотря на то, что вроде тоже было тепло, но такого прогноза не получалось. А сейчас разные модели метеорологические показывают, что как ни крути, а, судя по всему, засуха нас-таки ждет. А вот уже такая ситуация привела к тому, что, например, жители одного французского городка на берегу Атлантики, которые замучились от усиления штормов, на волны нагонов и прочее, он подал в суд на французское государство за то, что то плохо работает в области, так скажем, изменения экономики под нужной борьбой с изменениями климата. И нынче, как говорится, сегодня пришло сообщение о том, что все, так скажем, иск удовлетворен. Ну, конечно, это можно назвать шуткой, да, такой, с нашей точки зрения. Ну, представьте себе, какая-нибудь сала с грива подала бы в суд на наше правительство. Ну, это был бы такой курьез, наверное. Это лучше юристы расскажут, как в наших условиях может ли такое быть. Насчет французских, пожалуйста, заходите на Евроньюз, там об этом сейчас как раз и говорят. Но, но, вопрос очень серьезный, вопрос о том, что люди начинают, говоря в разных местах всего мира, в разных местах, уже сталкиваются с климатическими проблемами. Это уже не то, что там где-то далеко, это вот у них уже все. И они начинают требовать от своих правительств, чтобы те что-то сделали. И вот это то, что сейчас ожидается в июле, может стимулировать данный момент, потому что, вспомните, мы делали тоже, кстати, передачу, когда была засуха опять в Германии. Это был прошлый или позапрошлый год, вот не помню, по-моему, в прошлом году была засуха в Германии, мы об этом говорили. Ведь тогда фермеры приявили серьезные иски и требования к своему федеральному правительству. Сейчас же, после того, как уже полностью, так скажем, запущено вот этот механизм зеленой сделки Евросоюза, сейчас уже просто разводить руками и говорить, а мы не знаем, что делать, или как-то это вот у нас документов нет, ну, как чиновники любят, бумаги нет у нас соответствующей. А теперь все, бумаги вроде бы есть. И теперь нужно будет принимать какие-то решения. Тем более я хочу сказать, что так называемый Институт природных ресурсов, а также ряд международных организаций, Европейская комиссия, опять же, уделяет сейчас очень большое внимание вопросам доступа к пресной воде жителей мира, но и прежде всего Евросоюза. Существует такое понятие водяного стресса. Это когда воды, запасов воды, становится примерно столько же, то есть их запасы падают, сколько мы реально тратим. А тратим мы бешеное количество. Это же не только ту воду, которую мы выпили в стаканчике. Конечно, да. Это вода, и когда люди принимают душ, чтобы освежиться, и часто мы забываем закрыть кран, или открываем его на полную мощность, чтобы помыть вилочку или ложку, тратим сразу практически по литру воды. Ну да. Была ведь, по-моему... И сейчас стоит упоминать количество воды, которая уходит через канализацию, через унитазы. Да. Вот, кстати, был прекрасный, я помню, мем, который гулял по миру, когда африканский мальчик смотрит скептически на белую леди, и была подпись, что вы действительно тратите пять литров воды просто, чтобы смыть свои отходы в унитазе. То есть для жителей засушливых районов это кажется непозволительной роскошью. Ну да, в свое время была такая... И, кстати, надо сказать, на просторах СССР просто хохотали, когда говорили, что, так скажем, экономные то ли швейцарцы, то ли шотландцы, кто у нас самый экономный в Западной Европе был, кладут кирпич в бачок унитаза, чтобы уменьшить объем сливаемой воды и таким образом меньше платить по счетчику. Вода-то денег стоит. Но что интересно, сейчас уже говорят о том, что не случайно же появились эти две кнопки воды, большой слив и малый слив. Так вот, это же началось не только из-за экономии воды, но и в том числе из-за мощнейшей экологической пропаганды. О том, что зачем вам для того, чтобы слить свою жидкость, грубо говоря, разбавить и отправить в канализацию, такое огромное количество, там 5-7 литров, может быть, даже больше воды. Это нерационально. Но надо сказать, что вот этот вот водяной стресс, а, да, добавьте к этому, даже поливальные машины, орошение городских парков, то, что делают, тратят, поливают поля, на которых выращивается клубничка, салат и прочие другие, скажем, водолюбивые культуры, да, это все тоже нужно считать. А также нужно считать, сколько воды уходит на заводах, на всевозможных, на предприятиях. Это все, все это надо считать. Так вот, когда все это посчитаешь, например, выясняется любопытнейшая вещь. Например, зона, вот этого стресса в ближайшие 10-15 лет охватит, например, Эстонию. Эстония – страна, в которой очень плохо с реками и очень плохо с водными ресурсами. Вот такое есть, есть карты, можно посмотреть. Проблематичная ситуация с Литвой будет, но не такая тяжелая, как с Эстонией. Ну, так как скажем, большое достоинство Латвии, Латвия в лучшем положении, это то, что на территории Латвии есть, например, такая большая, длинная река, как Дау-Кава, да, и то, что у нас есть, например, такая река, как Гауя, которая начинается в Латвии, умудряется спиралью закрутиться вокруг Витзамской возвышенности, и у нас же стечь. Ну, и плюс со всеми своими притоками. То есть, вот такая замкнутая, скажем, замкнутая зона стока. Это хорошо для нас. Но дело-то не в этом. Дело все в том, что если, конечно, страны большие, например, юг России, вся, вся полностью, целиком Украина, это часть Румынии, в центральной части это Венгрия, ну, я уж не говорю про страны Юга Европы. Все эти страны уже пребывают в состоянии близком или наступающего выводного стресса. И каждая следующая засуха, как вот пишут документы институтов Европейской комиссии, это все будет нарастать и нарастать и нарастать. Поэтому сейчас, вот, конечно, разговоры уже совершенно, уже давно ушли из разговоров абстракции. Это, знаете, для прессы. Они говорят, что мы что-то там будем делать, а на самом деле за кулуарами уже все считают на калькуляторе. Сколько это стоит? И стоит это, к сожалению, все очень дорого. И никто не очень четко представляет, каким образом. Тут еще ковид появился. Понимаете? И вот, конечно, если бы была бы постабильно растущая экономика, то с этим можно было бы еще нормально справляться. А вот сейчас последние данные. Вроде бы, такие были надежды на вот эту систему ковид-пассов. Но уже сейчас обнаружилось, что в каждой стране свои взгляды на эти пассы. Вот в реальности. И вот сегодня идут новости о пробках из людей. Толчение в аэропорту Брюсселя. Люди хотели ехать куда-то, но выяснилось, что 4 часа идет посадка на самолет. И не на какой-нибудь там гигантский аэрбаз 350, да, или-то 380. Она самая обыкновенная, 320. Но просто-напросто куча проверок, не все прочитается, не все сканируется, и еще выясняется, что есть действительно реальные местные ограничения. Вот, например, столкнулся с вопросом о том, что люди хотят выехать, например, в ту же самую соседнюю Финляндию. Но сказать им, как они будут туда добираться, и как к ним там отнесутся, сейчас очень трудно. Потому что Латвия, с точки зрения финнов, относится к странам, которые высокий уровень заболеваемости. То есть, надо сказать, что вот это, конечно, вот этот ковид, он очень сильно совпал. Это, знаете, ситуация, как называют, идеального шторма. Тут у нас, что называется, климатические изменения расцветают пышным цветом, а тут еще и, глядишь, а тут еще и ковид появился. И в результате этого, так скажем, отцы-командиры наши европейские, да и вообще во всем мире, не очень хорошо себе представляют, как вот из этого двойного клинча вывернуться. С одной стороны, надо терять деньги на поддержку того, что уже есть людей, а с другой стороны, тогда получается, что, публично объявить, что мы откладываем все наши зеленые, так скажем, изменения на потом, вот когда победим ковид окончательно, вот тогда займемся зеленью, то есть будем переживать и бороться с проблемами по мере их поступления. Поэтому сейчас на данный момент ощущение, что хотят сразу погнаться за двумя зайцами и экономику в условиях перманентного ковида восстанавливать, а с другой стороны, реконструировать ее быстренько под вот эту самую планы зеленой сделки. Но я бы сказал, что здесь, конечно, вмешиваются, наверное, и политические проблемы, потому что люди хотят очень быстрых изменений, и они голосуют за тех политиков, которые им это обещают, а какие-то все-таки изменения климата, они не решаются одним щелчком пальцев, это какая-то долгосрочная перспектива, которая реализуется годами, поскольку годами мы и загаживали, собственно говоря, планету, и это не меняется по какому-то желанию переключения рельсов, и результаты мы видим только через годы, и, к сожалению, человек обладающий... Поэтому это пугает людей, когда мы видим какие-то неожиданные инициативы, те же самые столбики на дорогах, вот, вы понимаете, интересно как, например, с моей точки зрения, в том же самом Хельсинки или, не знаю, в Эликанте в Испании, я подозреваю, что сначала бы началась общественная дискуссия, то есть мэрия вышла бы с идеей о том, что вот у нас растет количество аварий и наездов на пешеходах около переходов, да, ездим мы, товарищи, господа товарищи по-хамски, вот, поэтому давайте вот какое-то нужно решение, с одной стороны, чтобы не калечить машины, так уж, да, а с другой стороны, чтобы остановить скорость машину переходов, делать вот эти лежачие полицейские, но они машины ломают зачастую, да, поэтому давайте, например, поставим пластмассовые столбики, специально никто по ним не поедет, но если наедут, то, значит, машина особо и не поломается, ну, ну, как-то так, ведь можно объяснить, почему пластмассовые столбики, и где мы их будем ставить, и началась бы дискуссия хоть какая-то, потом бы решили, что-нибудь сделали, по крайней мере, люди бы чувствовали, что их слушают, но, когда сначала ставят, а потом начинается разговор о том, что, а нужно ли так было делать, вот вчера мне стоило прокатиться про Брунник, вот по улице, которая прошла такую реконструкцию, нет, ну, знаете, так, со стороны, особенно, я так думаю, ранним утром, часов так в пять, вот, это замечательно ехать по такой улице, да, это просто мечта вот этого урбаниста, но в нашем городе, в котором и так, кстати, широких улиц не слишком густо, и вообще, у нас же все завязано в одну небольшую точку, вот, такая вот переделка, она, выглядит, ну, не очень, мягко говоря, хорошо, точно так же, как выделение полос на улице Чака, и ясное дело, почему сейчас люди ругаются, но вот вопрос-то можно сказать, кто-нибудь спрашивал заранее людей, шел ли такой рефериал, вот-ка возьмите, у нас любят смотреть на Запад, посмотрите на Швейцарию, в Швейцарии бы руководство взяло бы и тут же бы объявило бы всенародный референдум, будем проводить дорожки велосипедные или не будем, или, например, столбики, или еще что-то, но у нас получается, что выбрали руководство, а дальше, как бы, руководство получает карт-бланш, то есть, что хочет, то и делает, и разбираться с этим руководством мы, типа, должны следующие четыре года, на следующих выборах, сейчас будет не четыре года, у них сейчас больше, да, вот это очень важный момент, то есть, получается, что о проблемах, связанных с изменением климата, меньше-то не становится, вот, кстати, поглядите, ситуация с обрушением здания в Майами, тому, кто интересно, может зайти, например, на сайт русской службы BBC, там об этом описываются варианты, в том числе, варианты разрушения основания, связанные, допустим, с изменениями, с протечками всевозможными, то есть, один из важных подозрений, это то, что там ухудшается ситуация под фундаментом этого здания, а почему она ухудшается, там целый ряд вопросов, в Флорида, как мы знаем, там растет уровень грунтовых вод, и это весьма опасно, а в других местах, этот уровень грунтовых вод, наоборот, падает, из-за мощной откачки артезианских вод, и там тоже начинаются проблемы, потому что трескаются здания, земля под ними деформируется, я хочу сказать, что вот как бы со своей геологической колокольни, если таких колокольн, башен много, но в принципе, хочу сказать, что нужно же думать о тех проблемах, которые наиболее актуальны, ну, на данный момент, и если есть какие-то эти проблемы, то нужно тогда решать именно те самые актуальные проблемы, а столбики, это, конечно, вещь, наверное, интересная, и может быть, очень дешевая, вот что самое интересное, подоставить столбиков, это недорого, а эффект-то какой выглядит, как мы идем, а давайте, да, действительно, еще лежачих полицейских понашибаем, чтобы ехать действительно можно было только со скоростью не более 30 километров в час, если не хочешь себе переломать подвеску автомашины, и тогда можно будет спокойно сказать, Рига, первый город, 30 километров в час, пригреметь на весь мир, на всю Европу уж точно, вот, что потом будет, никто не знает, потому что потом наступит зима, наступит зима, выпадет снег, потом будет все спрессуется в лед, и образуются такие классные колдобины и ямы, что машины будут, общественный транспорт, ездить со скоростью 10 километров в час, а то вообще не будут ездить, потому что будут разворачиваться на голом месте, но кто об этом будет думать, у нас же главное что, вперед, вот, вот это очень опасная вещь, и сейчас как раз и стоит об этом задуматься, потому что с одной стороны ясно, что делать что-то надо, а с другой стороны, что надо делать, не совсем ясно. У нас тут пришли вопросы, я смотрю на номер 2-3-0-6-1-9-1 на WhatsApp, спрашивают, какая ситуация сейчас в Швеции и Белоруссии с ковидом и массовым иммунитетом, ну вот, я понимаю, что противопоставляя, вот, как бы, Швецию и Белоруссию, где ситуация лучше и безопаснее. Ну, во-первых, надо сказать, что массовый иммунитет это весьма такая абстрактная вещь, вот будем говорить откровенно, ведь если говорить откровенно, само понятие иммунитета крайне абстрактное, все разговоры о том, что иммунитет можно поднять, опустить, это тоже очень условная вещь, посмотрите, если зайти, надо посмотреть научные статьи, очень сложная вещь, это очень сложные процессы вот этой самозащиты организма, и надо помнить, что наш организм, что человек, у которого плохой иммунитет, он долго не живет, это вот люди, у которых специально после пересадки органов, у них снижают иммунитет, почему? Чтобы сам организм не убил пересаженный орган, и вот эти люди живут в стерильной палатке, поэтому, когда говорят о том, что у человека слабый иммунитет, то смотря по сравнению с кем он слабый, а иммунитет вот этот коллективный, это тоже такая вещь, как говорится, в себе, и сравнивать Швецию с Белоруссией достаточно сложно, ведь у людей иммунитет, у каждого конкретного человека, условно говоря, защита организма есть, но весь вопрос, как он себя ведет, вы знаете, есть такая хорошая шутка, когда год назад в Финляндии финнам объявили, что они должны в разговоре стоять на расстоянии не менее двух метров, они были в шоке, потому что обычно привыкли стоять на расстоянии в три метра, для них очень некомфортно приближаться на два метра. Вот возьмем тех же самых шведов, они погорячее, чем финны, но все-таки это люди, которые имеют гораздо большую, так скажем, пиетет к распоряжению руководства, начальства, власти, чем в той же самой Белоруссии. И это манеры поведения, вот то, что называется паттерны поведения, совершенно разные. Итальянец при встрече обнимается и целуется, а тот же самый, тот же финн, он на расстоянии двух вытянутых рук кивнет головой, вот, ну ладно, поздоровается, но после этого тоже займет довольно-таки удаленную позицию, без всякой болезни. Тут меня поправляют, все-таки, оказывается, тут не противопоставляют Швецию, а Белоруссию, наоборот, объединяют в ту группу стран, где не вводили карантин. То есть, вот, то, что Швеция и Белоруссия не занимались, ну, не объявляли локдаунов, как это могло сказаться вот на массовый иммунитет граждан этих стран? Да плохо. Надо думать так. Ну, во-первых, надо смотреть на какие-то цифры, а опять-таки, я говорю, цифры, они, это цифры, очень большое значение имеют манеры поведения. То есть, в принципе, понимаете, может у вас может развиваться болезнь, да, но весь вопрос, как вы к этому будете относиться еще. Ведь посмотрите, человек, например, современный западный человек, это человек, который воспитан в системе о том, что каждый творит своей судьбы и каждый отвечает сам за себя. Поэтому для условного западника, настоящего, да, при вопросе прививаться, не прививаться, вопрос не стоит в основе своей. Большая часть спокойно идет прививаться, потому что по всем расчетам получается, что вот надо привиться, это его решение, его с молодых ногтей учат отвечать за себя. человек восточной Европы, а тут я, что называется, можно сказать, от Вислы аж до этого самого, до Тихого океана, живет в другой парадигме. Он, мало того, что за последний двадцатый век расформировалась культура недоверия того, что говорят власти, так еще и появляется очень важная другая вещь о том, что я буду решать сам, а с другой стороны, нельзя что-то идти поперек судьбы. Вот, замечательно, нельзя идти поперек судьбы. Судьба все решит. Заболеть, не заболеть, умеет, не умереть, все. Вот это такое вот отношение. Чуть дальше и южнее находится, так скажем, тот же самый Китай. А там другой подход. Там подход в том, что все решает сверху. И это правильно, потому что только наверху люди обладают полнотой всех знаний. Условно говоря, только господин Си Цзиньпинь и его окружение могут знать реальность ситуации, потому что всю эту информацию соберут всякие статистические и прочие. Это вопрос же не в спецслужбах, хотя и они тоже. Это вопрос то, что именно наверх стекается вся информация. Кстати, у нас господин Каринш действительно знает больше других жителей Латвии, потому что ему по должности положено и он имеет допуск к секретным материалам. Но это естественный момент. Так вот, для китайца это нормально. И поэтому, если сверху сказали прививаться, как мы видим, они выстраиваются в очереди и идут прививаться. В Пекине уже несколько месяцев не было заболеваний. Или смерти. во всяком случае там с этим делом уже стало хорошо. То есть везде существует свой какой-то стиль и подход. А потом, когда мы начинаем оторванные данные из одной стороны, умея сравнивать с данными из другой стороны, и потом делать какие-то умозаключения, а каждый человек хочет считать себя, что он тоже может иметь свое мнение. Но вопрос заключается в том, что свое мнение это одно, а знание реальных ситуаций, к сожалению, это совершенно другое. Поэтому мы четко сказать о том, что, где и как происходит, сейчас совершенно не можем. Но мы можем, если все-таки вернуться к нашей теме, сказать, что на данный момент по всей планете ситуация выглядит следующим образом. Есть все основания полагать, что в северном полушарии июль будет одним из самых жарких, если не самым жарким месяцем. И если у нас в Латвии не будет самых жарких высоких температур, а если у нас будут проходить дожди, а потом только опять солнышко засветит, мы будем продолжать считать, что живем в очень уютном месте на земном шаре. По сравнению с выжженными зонами, где сейчас это лето показывает солнце показывает всю свою несокрушимую мощь. Ну а сейчас можно пожидать, чтобы следующая неделя была хорошей, не слишком жаркой, и вы могли бы насладиться летом в полной мере. Спасибо большое, Константин Дранкс и программа Климат-контроль. До встречи в следующую пятницу. До свидания. До свидания. На одной волне с городом радио болтком Редактор субтитров